Девушки отдыхают Никто не любит признавать, большинство людей хотят, чтобы за них решали Мы рассказываем сказки о борьбе за свободу и независимость, но никто этого не хочет Мы хотим жить, как нам говорят, а потом умереть тихонечко Людям нужно забвение Здравствуйте, друзья мои любознательные Для понимания того, о чем пойдет речь в этой главе Необходимо читать весь этот длинный сказ, начиная с первой главы Или хотя бы для начала прочитать предыдущую главу И все же обозначу основные тезисы, являющие собой опорные точки всего сказа И помни, это не есть истина Это всего лишь бред чистой воды Все есть волновая энергия И материя, и мысли, и эмоции Источником энергии является сама Вселенная И все живые существа, как и ее часть Существуют технологии управления энергией Ее улавливание, накопление и перенаправление от транслятора к приемнику Основными проводниками и накопителями энергии Являются кристалл, камень, кирпич, металл и вода Все древние мегалитические комплексы каменного и кирпичного зодчества Являются энергетическими установками Которые накапливали энергию эфира из Вселенского источника И человечество использовало ее во благо своего развития А после перехвата управления Энергия была перенаправлена в другую сторону От человека к оккупанту Ты небось все поган служишь? Да уж не людям Оккупант это тот, кто пишет сценарий грядущего И методички для президентов всех стран Система захвата подключается к энергетическим потокам Через опорные точки Это числовые коды доступа 6, 9, 11, 23, 32, 44 Также через геометрические формы Такие как четырехгранные пирамиды Восьмиугольные октагоны И через технологию так называемого пятого угла Который является приемником волновой энергии Как только вы узнаете И начинаете понимать эту информацию Вы сразу будете видеть эти опорные точки Подключения системы вокруг себя Видеть направление потока энергии И понимать, как именно это работает В этой главе я наглядно покажу вам Эти точки доступа системы На примере парка отдыха моего родного города Итак, пристегните ремни и в путь В самом сердце рудного Алтая Над рекой у каменных высот Ты стоишь, как крепость вековая Мира и спокойствия оплот Подружились левый берег с правым Две судьбы в одну объединив Всем народом трудовым и славным Крепость в город-сказку превратив Город Усть-Каменогорск Промышленный, культурный и административный центр Восточного Казахстанской области Территория города занимает 580 квадратных километров Сначала это была крепость Усть-Каменная Расположенная на месте слияния Рек Иртыш и Ульба Заложенная майором Лихаревым В 1720 году По именному указу Петра I В основном города возводились На местах силы А слияние двух рек Это и есть место силы Посмотрите на карту И увидите множество городов Именно там, где одна река Впадает в другую Ныне на месте той крепости Усть-Каменной Находится церковь И по соседству тюрьма А что еще надо бы на современному человеку? Но об этом в другой раз На левом берегу Иртыша Располагается этнопарк Площадью 5 гектар В котором можно провести Незабываемый отдых Вместе с семьей С любимым человеком Или в полном одиночестве Чудесный остров вас зовет Другого такого на свете нет Прожить там можно без забот Хоть 10, хоть 20, хоть сотню лет Хочешь там гуляй Хочешь там играй Хочешь там души Пой, там и пляши Самой листовой Веселей зимой Ешь себе и ты Добавь лошадей Там все бесплатно Все за так Там все, что захочешь Ты обретешь Там умным станет И дурак Там правдою кажется Даже ложь Хочешь там гуляй Хочешь там играй Хочешь там души Пой, там и пляши Самой листовой Веселей зимой Ешь себе и ты Добавь лошадей Рядом с этнопарком Располагается главная городская мечеть Имени Халифа Алтай Ставшая по величине Третьей в Казахстане Мечеть построена В классическом Исламском стиле Имеет Четыре Минарета По 63 метра Которые символизируют Годы жизни Пророка Мухаммеда Адрес мечети Сатпаева 90 Мечеть Выложенная Из кирпича И является Главным Конденсатором Энергии В этой системе Энергосбора Этого Неповторимого Райончика По соседству С мечетью Расположен Дворец Бракосочетания О сколько же Волнений И переживаний Разной степени Концентрации Передается Через эту Тарелку Кто все эти люди? Обычные модули Необходимый элемент Королевской свадьбы Я же говорил Это государственный вопрос А не сердечный С адресом 88 Дробь 2 Что интересно Если воспринимать Этот адрес Буквально Математически То получаем Вот такой Итог Еще одна 44 Здание Это заслуживает Отдельного Выпуска Но мы Вернемся К мечети На площади Перед мечетью Расположен Фонтан Обрамленный Красным Гранитом С использованием В его конструкции Технологии Пятого угла По четырем сторонам Устройства С гранитными шарами В узлах конструкции Эти каменные сферы Являются Накопителями энергии С проезжей части Расположены Рядом И остановка Кстати Здесь тоже рядом Где в часы пик Неимоверные пробки И излучается Энергия Переживаний Пассажиры Нервничают Опаздывая На работу А пятый угол Фонтана Гасит эту волну Эмоций Как волнорез Но энергия Никуда не пропадает Она лишь Переходит Из одного Вида В другой А в данном Конкретном Случае Она накапливается Гранитным шаром И так С каждой Из четырех сторон Фонтана Накапливается Разного сорта Энергетические Блюда Со стороны Дворца Бракосочетания Своя Специфическая Кухня Со стороны Мечети Идет Энергия Мольбы И раболепия Со стороны Парка Пошлите В парк Я вам Все покажу На воротах Входа В парк Расположены Металлические Навершия В форме Четырехгранных Пирамид Их Количество Ровно Двадцать Три Десять Над воротами Десять На здании Кассы И три Посередине Я специально Пересчитывал Далее На входе Эмблема В которой Легко заметить W Или M Но это Тот же самый Пятый угол Технология Съема Энергии И перенаправления Далее Стоят Два Самолета И вертолет Вертолет Ми-4 Самолет Як-40 И кукурузник Без цифрового Кода То есть Две четверки Это первое Подключение 44 С правой стороны Лежат Каменные Волуны Причем Самый Большой Из них Лежит Рядом Со Спиренным Огромным Деревом Которые Принесли В жертву Проекта По Ландшафтному Дизайну Данного Устройства Этот Черный Волун Впитал Боль Того Могучего Дерева В этом Месте Лежит Четыре Белых И четыре Черных Камня Это Второе Подключение 44 Двигаемся Далее На территории Парка Нам будет Встречаться Неимоверное Множество Каменных Волунов Привезенных Сюда Специально Не весть Откуда И Установленных В узлах Этой Технической Схемы Огромные Камни Являются Уловителями И ограничителями Потока Энергии А также Проводниками Они Ее Перенаправляют Дабы Энергия Не ушла В непонятном Направлении Не вернулась Земле Матушки А направилась К конечному Получателю Напротив Главного Кирпичного Конденсатора Данной Макросхемы Установлены Три Скульптуры Из Бетона Под Названиями Барс Беркуччи И Архар И Здесь же Стоят Два Возона Это Подключение Два Три Или Три Два Разницы Нет Поток Энергии Подходящий К этому Устройству Ограничен Волунами С двух Сторон И направлен Точно На данную Инсталляцию Которую Я бы Назвал Киска Человек Баран А за этим Техническим Устройством Площадка Вымощена Природным Камнем Это Можно Было Объяснить Как Ландшафтный Дизайн Но Увы За данной Инсталляцией Человек Не гуляет И Этих Тропинок В кавычках Не Созерцает Это Друзья Проводники Энергии К основному Конденсатору Или Провода Я Вообще Это Место Назвал Шина Справа От Основной Шины Проходит Каменный Канал Который Также Является Проводником Энергии Усиливающим Основной Поток И Люди Гуляющие По нему Сами Проводят Эту Энергию По Боковой Ветке К Главной Шине Подключенной К основному Накопителю Я Сам Всегда С дочерью По этому Каналу Гулял Пока Не прозрел А позже Сделали Эту Пещеру Для Красоты Ну это Вода Специально Отстойник Для воды Дождевая Вода Чтобы Листья Чтобы Мусор Скапливался Вот В эти Ямочки А я думала Что Вот Дождевая Ну это Здесь Вода Дождевая Чтобы Вот Она Туда Уходит А Это Скапливается Я Думала Это Канализация Что Ведет Что Воду Подавали Здесь Нет Канализации Это Парк Ну и дальше Пошли Пошли Дальше Итак Двигаемся Далее По Основному Направлению Справа Можно Увидеть Группу Волунов И Каменные Тропинки Они Как Дорожки На Электрической Плате Из Усилителя По Которым Протекает Энергия Музей Посвященный Второй Мировой Войне Это Целый Музейный Комплекс Из Нескольких Павильонов Все Экспонаты Для Музея Собраны Из Архивов Краеведческих Музеев Складов Воинских Частей Много Фактажа О Заслугах 109 Героев Из Восточного Казахстана Семейные Фото Фронтовые Письма Личные Вещи Награды Элементы Военного Снаряжения В Выставочный Павильон Я Не Заходил А Прошел Далее Ориентируясь На Каменные Прожилки За Павильоном Как Вкопанные Сваи Стоят 12 Каменных Истуканов Среди Которых Максим Горький Лев Николаевич Толстой Сергей Миронович Киров Владимир Владимир Владимирович Маяковский Андрей Александрович Жданов Владимир Ильич Ленин Феликс Эдмундович Дзержинский И Следом Аж Три Подряд Ильича Эти Постаменты Ранее Стояли на Площадях Разных Городов Восточного Казахстана А после Были Свезены Сюда В одно Место Для Выполнения Своей Функциональной Задачи А именно В качестве Проводников Энергии Те Памятники Которые Белого Цвета Стояли Ранее Все В одном Сквере В заводском Районе Согра В городе Усть-Каменогорск А немного Поодель Возвышается Самый Большой Бронзовый Владимир Ильич Который Долгое Время Стоял На Центральной Площади Города И Был Магнитом Центра Города А теперь Стоит Тут И И Исполняет Функцию Одного Из главных Узлов Этого Гигантского Энергонакопительного Устройства Ну а Рядом С ним Снова Феликс Одумондович На Открытых Площадках Демонстрируются Разные Виды Оружия Бронетехники Задействованные Во время Войны Есть Павильоны Посвященные Воинам Афганцам Ликвидаторам Чернобыльцам На Этой Неповторимой Площадке Стоят Шесть Боевых Машин А Также Использована Технология Пятого Угла Стволы Орудий Направлены В сторону Нового Жилого Микрорайона А руководит Орудиями Танковая Рота Из 12 Извояний Пять Из которых Ульянов И Бланки Два Феликса Эдумондовича Еще Двое Революционеров Киров И Жданов И всего Три Настоящих По моему Субъективному Мнению Мастера Слова Толстой Горький И Маяковский Теперь Мы Вернулись К основному Направлению Потока Слева Мостик Через Каменный Канал И мечеть А справа Шикарное Место Которое Просто Нашпиговано Кодами Доступа Я назвал Это место Микросхема Центральным Элементом Этого Устройства Является Извояние Из красного Гранита Под названием Степняк По обе Стороны От него Располагаются По четыре Квадратные Клумбы Их Видно На гугл Картах Перед входом Стоит По четыре Круглых Возона С каждой Из сторон В каждой Из клумб Лежит По три Каменных Проводника А в одной Из клумб О чудо Всего Два Итого Получается Двадцать Три Также Здесь Использована Технология Пятого Угла В каждой Из клумб Оформленная В виде Угловой Скамейки Гуляет Себе Влюбленная Парочка Такие По парку Площадью Пять Гектар Устали И решили Присесть Поворковать Сели На лавочку В квадратик И включился Тумблер Два Три Два Человека Три Камня Это Как вилку В розетку Воткнули И цепь Замкнулась Через Прибор Поток Энергии Пошел Через Пятый Угол Скамейки Куда Надо К основному Накопителю Через Каменные Проводники Оформленные В виде Тропинок Далее Через Этот Белый Ограничительный Волун Чтобы Никуда Не ушло В ненужном Направлении Затем По Каменному Каналу К главной Шине Подключенной К кирпичному Накопителю Продолжая Своё Путешествие В кроличью Нору Мы Постоянно Будем Созерцать Группы Каменных Волунов И с Левой И с Правой Стороны Основного Потока Они Являются Ограничителями А в местах Поворота Потока Установлены Самые Крупные Как Магниты Каждая Каждая Магнитом Магнитом На повороте Каждая 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 2-3 2-3 Каждая Каждая Мечеть Прямо Каждая 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 Ну люди Да На этом Деньги Делают А еще Кое Кто Кушает Эту Энергию Злые Деньги Ну Он Не Злой Грустный Видишь В клетке Сидит Вон Он Ест Смотри Подожди Подожди Пусть Во Поешь Хоть Сладенького Братка Смотри Как Радостный Ты Что Делаешь Вытаскивай Теперь Лучше Я Давай Кину Дарья Дай Я Кину Ну У тебя Не Получается Ты Только Промажешь Через Верх Надо Попасть Сейчас Мы тебе Братан Дадим Еще Подожди Дарья Стой Во Попало Наконец Сейчас Тех Пойдем Кормить Пусть Этот Видишь Мы Уже О Сладенького Подожди Не кидай Уже Остальным Оставь Их Много Вот Тут Они Плачут Выросли Да Они Маленькие Были Вот Эти Четыре Медвежонка Еще Мама Была Маму Уже Убрали А Эти Выросли Вот Тут Они Растут Энергию Отдают Плачут Просят Страдают Правильно Говорю Он Сейчас Лапой Достанет Смотри О Давай 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 Он Уже Научился Просовывай Просовывай Туда О Поняла Надо туда Просовывать Сейчас Еще Дадим Мы Тебе Принесли Мясо Специально Просовывай Прям В дырку Фу Ты Что Делаешь Ну И Что Ты Сделала Отдавай Ему Палку О Вот Тут Тоже Рысь Вон Я Видела Спрятала Вон Она Ходит Вон Она Ходит Сзади Смотри Ей Бегать Надо По деревьям Прыгать А Она Смотри Туда Сюда Метается Потому Что Ей Охота Вон Птичек Половить А Ей Нету В клетку Посадили Энергию С нее Доят Туда Сюда Нервничает Видишь Она Нервничает Не Укусит Да Не Укусит Он Добрый Смотри У него Глаза Какие Добрые Он Нас Помнит Сейчас Мы Капусты Дадим Братья Братья Наши Меньшие Капусты Сейчас Вам А Им Видишь Нравится А Этот Отгоняет Все У них Тоже Видишь Распли Начались Кого Погладить Вперед Они Ждут Капусту Бегать Надо Всем Они Тут В клетках Сидят Страдают Короче Что Еще Скажешь О Видишь Они Топают Ногами Уже Просят Мэм Уф Той Той Сх Субтитры сделал DimaTorzok Мы снова вернулись в центр пятилучевой звезды и теперь направимся в другую сторону. Перед аллеей расположена площадка, на которой установлены три желтых беседки с зонтами в форме октагона и две пушки, то есть снова подключение 3-2. Опять-таки ситуация примерно такая. Сели на лавочку усталые путники под восьмигранный зонт и портал открылся. Энергия пошла. На самой аллее установлены 11 боевых орудий, гаубиц и пушек. На другом конце аллеи возвышается инсталляция в виде четырех рук и четырех орудий в каждом углу площадки, то есть подключение 44. А на дальней стороне площадки стоят вазоны в виде двух рук, держащих чашу. Белые такие. Пять с одной стороны и шесть с другой, то есть снова 11. Подключение такое 11-44-11. 11 орудий, потом посередине площадка 44, руки и четыре пушки. И потом 11 вазонов белых. На этой площадке, приближенной к реальной картине боевых действий, установлено множество боевых машин, даже вырытые реальные окопы. Находясь в этом месте, воин, который участвовал в боевых действиях, по неволе погружается в воспоминания событий давно минувших лет. И испытывает заново тот спектр чувств и переживаний, который в свою очередь является лакомством энергоедов. Улавливается этим техническим сооружением и направляется адресанту через главный кирпичный конденсатор. И песни знаковые, да, играют? Мы продолжаем нашу познавательную экскурсию и свернем немного в сторону по тропинке. А тут наинтереснейшая площадка, центральная экспозиция которой я считаю вот эту троицу. Далее, проходя через мостик, установлены экспозиции, отделанные листовой медью. И среди них есть вот такой инопланетный гость. Но явно не вписывается в эту компанию. Общее количество композиций 8, а это удвоенная четверка. Расположены они в форме дуги. И работает это устройство, скорее всего, как уловитель энерговолн. Как параболическая антенна. Козырьки у беседок разбиты на 8 прямоугольников. По 4. А самый интересный экспонат, это последний. Такого рода прицелы вы будете замечать впредь повсюду. Эта пара есть необходимый ключ. Также это расценивается как 11. К примеру, теракт 9-1-1 это такая же пара. Или в моем городе, Усть-Каменогорск, есть вот такое современное зодчество. Так вот, через подобные прицелы Камертоны всегда проходит энергетический поток. И в нашем конкретном случае, эта прямая линия проходит от центра огромной площадки, через которую мы тоже пройдем. Далее через троицу, потом через прицел и упирается в белый ограничительный валун. Возле микросхемы. Признаться, я сам был удивлен, когда я провел эту линию. Она проходит через все эти опорные точки. Это реально так. Возле этой площадки стоят три верблюда. И стоят они, указывая направление к основному конденсатору. Все дороги ведут к главному конденсатору. Мы снова вернулись в центр пятилучевой звезды. И следующее направление, по которому мы пойдем, это аллея, на которой установлены постаменты с композиторами. Шесть с одной стороны и пять с другой. Итого тринадцать. А это то же самое, что и четыре. Страх перед чертовой дюжиной у европейцев. И страх перед четверкой у монголоидов. Это, по сути, страх перед одной и той же цифрой. По этой аллее проходят свадебные пары во время церемонии бракосочетания. И здесь готовится специфическая кухня для гурманов с живой классической и не очень классической музыкой. И с позитивными эмоциями. Аллею завершает своеобразная сцена с колоннами в виде дуги. Которая служит уловителем энергетического потока. И перенаправляет его в нужном направлении. Вот такая музыкальная шкатулка. За дуговым уловителем поток поворачивает в сторону березовой аллеи. На которой по обе стороны установлены довольно-таки интересные гранитные изваяния. Скульпторов каменного зодчества с разных стран. Давайте посмотрим их одним глазком. Первый справа стоит без таблички с названием. Но очень уж похож на надгробие. Скульптура Каблонды Батыр. Автор Николай Лампека. Из Украины. Композиция выполнена из трех разных валунов. Следующая композиция называется «Объединение или взаимопроникновение». Скульптор Игорь Броун из Израиля. Далее скульптура «Реки и горы». Автор Сушейла Маргарет Гордон из Шотландии. Но больше напоминает змею. Поэта «Реки и дождь». Китайского автора Ченг Джиангун. Рождение Батыра. Борис Калмаков. Казахстан. Следующий гранитный истукан «Сокол». Автор Шканелли Рамос. Мексика. Но это что-то по мотивам Карлоса Кастанеды. Следующий гранитный идол. Кочевник. Бориса Калмыкова из Казахстана. Взлет. Автор Одиссей. Тосунидис. Греция. На мышь летучего похожая. Следующий. Конь. Автор. Чанг Цэ. Китай. Какое-то гуманоидное выражение лица у этого коня. Ну а следующий так вообще шедевр. Под названием «Все Человек». Автор Игнат Новодворский. Польша. Такое чувство, что он из гроба вылазит. А эта композиция тоже без таблички. Странная весьма. Узел какой-то. И волчок. Или юла. Это очень знаковая композиция. И завершающая, самая массивная скульптура под названием «Каркыт Ата». Автор Микола Лампека. Украина. Всего гранитных истуканов на этой аллее тоже 13. Энергетический поток проходит от центра пятилучевой звезды через аллею композиторов. Далее его разворачивает дуга импровизированного амфитеатра в сторону березовой аллеи с 13 гранитными истуканами. А на самом массивном луч поворачивает в сторону круглой площадки, в которой мы сейчас и направимся. Справа остался зоопарк, в котором мы уже побывали. При выходе из него перед круглой площадкой расположена арка с 8 колоннами, по 4 с каждой из сторон. Обратите внимание на каменные тропинки, которые являются проводниками энергии. Их в этом парке огромное множество. Справа снова пни от деревьев, принесенных в жертву камня. Здесь можно увидеть ключ. Два пня, три камня. На площадке стоят три купольных конструкции, имитируя казахские юрты. А сверху на них четко прорисовывается правильный пятиугольник. Сама площадка играет очень важную роль в схеме этого устройства. А вот, собственно, и пятый угол. И непростой. Он полностью отделан камнем. Он как магнит. И рядом еще каменное изваяние, избушка. Или что это? А далее мы пройдем через этнодеревню, в которой построены дома, избы и усадьбы разных этносов. Вовнутрь зданий мы заходить не будем, а лишь пробежим по этому энергетическому потоку и посмотрим на эти уникальные строения со стороны. Это целый музей под открытым небом. Слева уйгурская усадьба. А справа усадьба крестьянина-старообрядца. Это корейская усадьба, а это немецкая. А вот еврейский дом. Или вот азербайджанская усадьба. Украинская усадьба. Армянская усадьба. Обратите внимание, впереди направление потока слегка поворачивает налево. И в местах поворота всегда уловитель. В нашем случае это каменная башня. И сам каменный забор, который служит проводником магнитом энергии. Далее справа польская усадьба. А вот чеченская жилая башня из камня с одной стороны и каменная башня крайней грузинской усадьбы с правой стороны составляют общую пару великого каменного камертона, через который начинает свой путь энергетический поток человеческого восторга с этого второго входа в этнодеревню. Я будто попал в прошлое, гуляя по этим старинным домам разных этносов. А этот бронзовый монумент Шота Руставели, грузинского поэта 12 века, автора поэмы «Витязь в тигровой шкуре», одного из величайших произведений грузинской литературы. Шота Руставели – это, так сказать, темная лошадка. Достоверные сведения о его кончине, как и о многом другом в его биографии, отсутствуют. По преданиям, он был влюблен в царицу Тамару. Одно из таких преданий гласит, что безответное чувство к ней привело Руставели в монашескую келью. Другая легенда утверждает, что несмотря на любовь к царице, Шота Руставели женился на другой, а спустя какое-то время после свадьбы, царица Тамара повелела ему перевести на грузинский язык литературный подарок – поэму, которую ей преподнес шах. Шота Руставели безупречно выполнил заказ, но отказался от награды, а спустя неделю был обнаружен его обезглавленный труп. Есть и такое предание, что после смерти царицы Тамары Руставели подвергся опали со стороны католикоса Иоанна, который ранее ему покровительствовал. Католикос – это титул высших духовных лиц в грузинской православной церкви, но и не только в грузинской. Это заставило поэта отправиться в Иерусалим, где он и провел остаток своей жизни. Считается, что умер он примерно в 1216 году. В общем, жертва обстоятельств. Или принесенная жертва. Считаю, что этот бронзовый монумент Шота Руставели является ключевым узлом в нашей неповторимой этнодеревне. Ну, этнопарк – это его сложно назвать. Вообще, название – это у нас областной архитектурно-этнографический музей-заповедник. Итак, мы вышли из этнодеревни и направляемся к выходу из этнопарка. Слева лежат три черных валуна уловителя, которые установлены в этом месте, но явно не для красоты. Один из них четко указывает направление в Березовую аллею. А справа – так называемый город мастеров, в котором установлены пять оригинальных юрт-павильонов из фибробетона. Здесь проводят выставки, ярмарки, ремесленников, мастер-классы и тренинги. Причем юрты четко разделены на две группы. Три стоят на нижнем уровне, а две на верхнем. Также возле каждой из двух нижних юрт лежат каменюки по две группы, по два и три камня. А в центре – просто невероятное устройство, явно технического назначения. Которое я назвал «Каменный цветок». Возле него лежит четыре камня. Принялся Иван работать, камень Алатырь оживлять. А того не замечал, что чем живее становился Алатырь, тем больше темнело за окном. Тем сильнее становилась власть каменной княжны над миром. Это ж надо так было заморочиться. Мы вышли из парка. И перед нами парковка. Справа в углу лежит огромный черный валун. Регулировщик потока энергии. За забором дополнительная каменная горка, как усилитель магнита. Чтобы энергия не ушла в сторону, они ее к себе примагничивают. Сама парковка с технологией пятого угла, внутри которого установлен валун. Ну а вообще, официально этнопарк включает в себя шесть объектов. Ботанический парк, зоопарк, военный комплекс, этнографический комплекс или этнодеревня. Зона семейного отдыха и парк Жибек-Жалы. Придешь в наш музей, и можно познакомиться и с культурой, и с бытом, и с историей, и с военной техникой. То есть, мы вот в комплексе, уже в другой музей можно и не ходить даже. Мы продолжаем наше увлекательно-познавательное путешествие. И заходим в зону шестого объекта этнопарка. Это парк под названием Жибек-Жалы, что в переводе с казахского означает «шелковый путь». И как раз справа нашего пути мы наблюдаем мощный белый валун-уловитель. А рядом с ним табличка, указывающая туалет, который виднеется на заднем плане в форме треугольного скворечника. Табличка с таким вот знаком. Дословный перевод этой аббревиатуры – это «водный шкаф» или «водяной чулан». Английское «W» и русское «M» – это знак технологии пятого угла. Или, если быть точнее, то это знак приемника энергии. Зигзагообразные формы работают по принципу волнореза. Они типа гасят энергию волны, но это не так. Эти всевозможные зигзагообразные формы энергии принимают на себя и перенаправляют. Про знак «W» на табличке, рядом с ключевым в этой системе белым волном, я только после уже понял, а во время путешествия не обратил на нее внимания. Лишь кадр мимолетный остался слайдом в сознании моем. А уж потом всплыл из памяти вспышкой. Этот указатель играет важную роль. На обратном пути я вам покажу это. А сейчас давайте посмотрим сверху, со стороны юрт. Обратите внимание на каменную отсыпку справа. Она как шина, соединяющая два блока энергоустановки. Или два сервера. С того белого волна с указателем энергетический поток по каменной шине перенаправляется в другой блок. И далее к основному кирпичному конденсатору. Вас интересует, кто следит за вами через веб-камеру или почему вы видите во сне рекламу? С незапамятных времен нашим миром правит древнее тайное сообщество. Теневое правление будет довольно. Мы довольны. Давно ли ваши балахонства за нами наблюдают? Мы всегда наблюдаем. Но манипулировать миром уже не так легко, как когда-то. Джи-Джи, пиар и медиа манипулирование. Изобрела селфи, чтобы люди следили друг за другом. Вот зачем мы создали эту компанию. Ради господства и удовлетворения прихоти. Ради светлого будущего. Мы Когнито Инд. Слева, с позадавних времен, разлился своим заливом Иртыш. В этой части парка много различных природных проток и рукавов от основного русла, которые в свою очередь сами по себе являются природными проводниками энергии. Это уже после здесь вписывали ландшафт парка в природное место силы. Впереди снова большой белый камень. На повороте стоит, потому что дорога поворачивает вот в ту сторону. Здесь как бы поворот, ее поставили именно на повороте. Она как уловитель идет, чтобы неправильно пошло, потому что вот так вот по прямой оттуда приходит вообще. И здесь вот концентрация этих валунов. Получается вот один, два, три. Ну это вообще просто шедевр. А приходит оттуда, вы поймете. Вот здесь вот ловит и поворачивает на тот валун. Эту штуку из тела это назвать язык не поворачивается. У меня просто нет слов. Вы наверное уже догадались, что оно здесь не просто так установлено. Не правда ли есть схожесть с разверткой тессеракта? Антенна просто, просто антенна. Она снимает эмоции с купающихся на пляже вот на этом. И перенаправляет. Точка доступа эта. Это точка доступа. Все, потом уходит туда. Вот здесь это печаль каменная. Номеров что, нету никаких что ли? Вон тут дальний валун. Туда направление показывают. А это точка доступа. Там был номер 13 на столбе. Здесь должен быть или 12 или 14. Это пляж. На этой развилке лежат 4 белых камня. И на крыше здания при входе у пляжа расположены дважды по 4 каких-то навершия. Сверху это отчетливо видно, а с земли я их не видел, когда проходил мимо. Еще здесь же располагается столб под номером 13. А это тоже четверка. Не слишком ли много четверок в одном месте? И самое главное, я нашел еще одно прямое направление потока энергии. От точки доступа через грузинскую каменную башню, через бронзовый монумент Шотару Ставели, установленный на каменном постаменте, и далее через чеченскую каменную башню. И втыкается этот луч энергетический вот в это пирамидальное строение. Я точно не помню, что там расположено, но обязательно там побываю. Вроде бы это кафе. Кстати, насчет точки доступа. Образно у меня возник вот этот сюжет вообще, как ассоциация с этой штыковиной. Огородили естественный водоем забором, насыпали песка, написали пляж и берут за это деньги. Вон впереди валун, потому что там поворот. Валуны всегда большие в этой технологии лежат на поворотах, чтобы в неправильном направлении не ушел поток энергии, излучаемый творцом человеком. Все, вот здесь вот они тоже лежат на углу, на повороте. Этот мостик через протоку является своеобразным порталом, перемычкой между разными блоками этой мегасхемы. И в этом узле конструкции, в месте скрутки проводов, есть подключение 2-3 или 3-2. С одной стороны мостика лежат два черных валуна, а с другой на круглой площадке стоят три белых вазона. И еще один немаловажный момент. Когда я провел прямую линию от точки доступа до валуна-ограничителя на углу парковки, то она прошла точно через белый валун между ними. Это означает, что останавливались все три узла на одной линии изначально, то есть согласно утвержденного проекта, у которого несомненно был заказчик. Здесь есть рыба. Вон утка плывет. Тишина вообще. Невероятная тишина. Люди вон ходят. Здесь водоросли не зарастают. Вот так водичка. Иртыш заходит сюда. Ну вот тут тоже вот эти беседочки, все съемники энергии идут. Вон вокруг пройдем. Мужчина и женщина там. Влюбленные. Это место называется свадебный комплекс Козы Карпеш и Баян-Сулу. Старинная легенда о трагической любви Козы Карпеш и Баян-Сулу гласит, что некие друзья с детства, Сарыбай и Карабай, поклялись поженить своих детей. Которых еще до появления на свет обручили. Не дождавшись рождения своего сына, во время охоты умирает Сарыбай. Подрастающие Козы и Баян, еще не видевшиеся, но связанные узами брачного договора, в итоге полюбили друг друга. Проходит время и Карабай меняет жизненные планы, нарушая договор. Он обещает отдать свою дочь за другого, который оказал ему когда-то услугу. Тот третий становится преградой между влюбленными. В этом вечном треугольнике первым сложил буйную голову Козы. Чтобы отомстить убийце, опечаленная Баян прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кадара. Это тот, который третий. Если он выроет для нее колодец с ключевой водой. В степи с водой, конечно, проблемы. Кадар принимается за работу, все дальше и дальше углубляясь, но при этом держась за длинные косы Баян. Просто фантастический рассказ какой-то. Девушка неожиданно отрезает косы и оставленный в колодце Кадар умирает. Плавно переходящий в фильм ужасов. Тем самым Козы отмщен. На его могиле героиня легенды закалывает себя кинжалом. Желающий мстить должен рать две могилы. Тому, кому мстишь и себе. Есть вообще-то женщина нехорошая. С ней лучше не связываться. Да уж. Я признаюсь, я не знал эту легенду. Про Козы Карпеш и Баян Сулу об этом с детства в школе нам рассказывают, потому что мы живем в Казахстане. Но, по крайней мере, когда я учился, я помню эти имена. Но вот историю эту, легенду, я прочитал, друзья, из Википедии. Это там написано. То есть это так прошито вообще системой. Не важно, что она врет, не врет. Сейчас дальше я скажу. Поэтому, как бы, я эту историю не знал. И сейчас она для меня вообще, это невероятная информация. То есть, это место, где стоит памятник Козы Карпеш и Баян Сулу. Вот этот беленький. Это место памяти о трех жертвах любви. Я сомневаюсь, что каждая пара, что проходит по этой тропе во время церемонии бракосочетания, кстати, проходят под подарочкой. Там арочки вот эти вот металлические стоят. Я сомневаюсь, что эти пары знают эту легенду. Это типа Ромео и Джульетты. Такие герои жертвы любви. Думаю, что есть в каждом этносе. Но прототипы у них у всех, скорее всего, вымышлены. Я так думаю. Цель лишь одна. Подключить некротическую сторону энергии через жертву. Или точнее, через жертвоприношение. Ты даже можешь об этом не знать. Разницы нету. Система знает эту историю. То есть, ты можешь не знать, приходя на это место. Но оно подключено за счет некротики. И жертвы. Обратите свое внимание на клумбы, расположенные по обе стороны от лестничного марша, по которому поднимается влюбленная пара. Их ровно по четыре с каждой стороны. Так же, как и колонн. Тоже по четыре с каждой из сторон от монумента Козы Карпеш и Баян Сулу. То есть, дважды 44. Ну что, не устали еще, мои хорошие. Ну, если не устали, тогда двигаемся далее. Можно бродить и бродить. Парк большой вообще. Три до три. Шесть колонн. Ну вот тоже беседочка. Ну зайди в нее, что? Отдай чуть-чуть. А с какой целью она еще стоит? Возле нее три камешка. Взоры вот эти, тоже камешками. Три. Чего-то они какие-то. Вода. Ну. Коннектится отсюда тоже что-то. Просто так она не будет стоять. Вот в этом месте я вообще в первый раз. Я до сюда не доходил. Вот навесной мостик. Я про него вообще не знал. Что тут такое есть. Входа нет. Хозяйственная зона. Все понятно. Ой-ой-ой. Сколько тут много камней. А что это такое у нас? Типа какой-то китайский павильончик. Ни надписи, ничего. Закрыто. А, ну сейчас прочитаем, что тут написано. Вот эти как бы два, они отдельно лежат. А вот здесь 32, 23. 2, 3, 3, 2. Ну, на пригорочке. Видно же. Дворец императора. Вот эти тоже композиции закрыты. Я пока не понимаю, что это. А, деревянные. Ну, тут вот сверху шпиль. Он обязательно нужен. Вот этот шпиль сверху. Дворец Раджи. Индия. Индийцы сюда приходите. Отдавать свои воспоминания, переживания, эмоции. На этом шелковом пути очень четко узловые конструкции стоят на одних силовых линиях. К примеру, точно на линии между блюдом и точкой доступа, с шестью колоннами которая, расположена сторожка или хозяйственное помещение. Или если продолжить линию мостика с подключением 2, 3, то эта линия проходит четко через дворец Раджи и упирается в беседку. Я имел неосторожность наблюдать, как маленький мальчик сел на этого гранитного коня и передал этому красному граниту свой детский восторг от игры. А мама стояла рядом. Как только человек замыкает цепь, поток энергии начинает свое движение к получателю. Человек является и стартером, и проводником. Там лодочная станция. Нам нужен лабиринт. Лабиринт там. Это коварный лабиринт, полный смертельных ловушек и ужасных чудовищ. Ух ты, вот это дьявольский поворот. Да вы отжигаете. Кстати, обстановочку тут супер. Эти каналы я все покажу сверху. Водные направления задают они тоже. Дворец Раджи. Вот этот фонтан, он тоже свою роль играет. Ну это типа кафешки, я так понимаю. Я не был в ней ни разу. Я по кафешкам не хожу. Мы подходим к этой ловушке неразумных мух для паука, который построил. Подключен он к водным каналам. По-любому. Табличку почему-то содрали вот с этой скульптуры. Там я не знаю, что, если честно. Здесь я тоже ни разу не был. Вот сюда не доходил я. Это впервые я сюда сейчас дохожу. Вот до этого места. Ага. Вижу кое-что. Че? Не смешно уже? Девочка-как. Девочка-как. Субтитры делал DimaTorzok Ходи, блуждай, наверх не лазь Самое главное правило держаться справа рукой, тогда выйдешь из лабиринта Правой рукой нужно все время, да? Ну мы вокруг пока что обойдем А потом зайдем Тюльпан и мужчина, женщина Так, ну и в чем смысл вот этого всего? О, я тогда еще не понял Заходить будем? Мы хотим пройти лабиринт, все хотят Все, пошли проходить Отдадим чуть-чуть Но мы знаем правило фиксиков, да? Да Правило правой руки Мы просто посмотрим Сколько займет у нас это времени, да? Ну хорошо хоть это видно, что там где-ка А то выше в глаз, если бы сделали То вообще кошмар был Догоняй, не отставай Ох, сколько же камней сюда ввозили Чтобы это лабиринт сделать-то Для какой же цели-то его сделали? А мы знаем, знаем для какой Да? Ну я-то точно знаю И пока еще нет Вот такие перекрестки для непосвященных Куда идти? Ну у нас есть правило правой руки Да? О, мы пришли с тобой в тупик Разворачиваемся и назад Я понял Это... Ладно мы с тобой Или там Если с папой А если с мамой с какой-нибудь маленькой Да еще и мама надумает зайти сюда с маленьким ребенком Так она отсюда вообще никогда не выйдет Будет на помощь звать Потому что через стенку перелезти не сможет И как выйти тут плуждать можно вечно, да? В этом лабиринте, согласись? Лабиринты и сделаны для того, чтобы запутать Это хорошо, что мы знаем правило это, да? А которая какая-нибудь... Она начнет звонить по телефону, помогите Перелезть и не сможет Выйти не сможет Выйти не сможет Пошли Ну что такое-то, ага? Да выйдем, выйдем Вот, видишь что я уже переживать начала Вот это для этого и создано Ну все, мы по правой руке выйдем Мы в тот раз тоже с тобой Ну ладно, мы идем потом выйдем сегодня Ага Мы в тот раз тоже долго шли, кое-как вышли Ну вышли И смысла вот этого лабиринта я не вижу Нужно попасть в центр или что? Я потом со спутника посмотрю Что там в центре в этом лабиринте? Ну мы вот прошли А в центр мы с тобой не попали А что там в центре? Вот он выход, мы пришли к выходу Вход платный Ну тут мусульманское что-то я так понимаю Обратите внимание на каменную отсыпку слева Она играет немаловажную роль в этой установке Поток проходящий точно по диагонали каменной ловушки Улавливается на повороте этой отсыпкой И закручивается вихрь вокруг пригорка На котором установлена точка доступа с шестью колоннами Для подзарядки энергией Вокруг нее и закручиваются вихревые потоки Дальше вы увидите это Дворец Эмира Средняя Азия Дорожки они отсыпаны вот так Это все коннектится Да, это все идет Направление потоков Так, это забор идет Вот тут еще я не был Я вообще тут впервые Дворец Хана, Казахстан Ну пойдем дворец Хана смотреть О, уже люди рыбу ловят Нифига себе Вот такие кумиры стоят Девять штук Встражей Стражей Что есть рыба? Продолжение следует... Это все конденсаторы стоят на плате... Конденсаторы... Красный кирпич конденсатор... Караван-сарай... Дерево какое интересное... Вот так вот оно раздвоено... Ну вот с этих штучек съем идет, я так думаю... Дизайнерские отсыпки... Ну что мухи неразумные... Заходите, побродите... Отдайте свою энергию переживаний, камню... С него снимут... Эту энергию... Те, кому надо... Вон через тот коннектор... Вон тот... Вон он стоит... Вода... Вокруг вода... Туда направление уходит... Вот вода показывает... Ты слишком спокоен для того, кто стоит в одном шаге от неизбежной смерти... Лабиринт... Это лишь комната, созданная с целью испортить всем жизнь... Я по таким бегаю уже 40 лет... Нам нужно пополнить ряды... Ибо близится темное посвящение... Мы продолжаем наш путь... Через тернии к звездам... Вот такие каменные тропинки... Стрелкой указывают направление энергопотока... Через площадку... С лавочками... В водный канал... Кстати... На тропинке ведущей к точке доступа... Возле каменного лабиринта... Стоят красные бетонные вазоны... Три слева... От тропинки... И два справа... Еще возле лабиринта стоит такой вот козел... Если провести линию... От точки доступа... С шестью колоннами... Возле лабиринта... В свадебной тарелке... С козы-корпеши... Баян-сулу... То эта линия пройдет точно через этого козла... Ну а далее мы прогуляемся в еще одно примечательное местечко... Расположенное за той купольной юртой... В этом укромном уголочке... Сооружены каскады водопадов из камня... Стоят лавочки и фонари... А сверху подведена вода... Которая потом водопадиками спускается вниз... И протекает вот по этому каналу... Обязательный атрибут... Вода... Да тут ее море воды этой... Просто райский уголочек для влюбленных парочек... Приходите сюда... Отдайте свои эмоции этой каменной горе... С водопадами... Здесь готовится особое блюдо... Приправленное любовными переживаниями... А на другой стороне протоки... Располагается лодочная станция... И веранды на берегу... Где проводят время не только молодожены... Во время брачной церемонии... Ну и просто в веселые компании... Уменьшает на берегу... Вовренеться влево... Номерайте еще и заберем ее... В масоке для сих пор, чтобы сделать... Уменьшает мазмория... В талочку... Уменьшаетная кара... В сих пор... На берегу... Номерняя кара... П разведенная кара... На обратном пути я обратил внимание на каменные тропинки, соединяющие пляж с каменной осью. Ну, видимо, это ландшафтный дизайн такой. С пляжа короче тянет, ну на пляже то эмоций сколько много детских, ой-ой-ой, ого-го, хорошая флешка. А далее еще одна каменная тропинка, перенаправляет поток к белому валуну. И далее я двигаюсь по направлению движения энергии через каменные проводники на склонах этих холмов. Впереди три черных валуна на другой стороне дороги. Они улавливают поток и направляют его далее. Один из них указывает прямое направление через березовую рощу. А в конце этой тропы стоит гранитный камень странной такой формы. И в этой форме явно просматривается технология пятого угла. Этот гранит направляет луч на тот старый дом. Дом на двух хозяев, выложен из бруса, с русской печью внутри. Комнаты пустые, но видно внутри не все. На дверях с обеих сторон висят навесные замки. Ну или замочки такие. Но не суть. Этот древний дом стоял здесь еще до того, как построили парк и главный трансформатор. Возможно, он тут стоит со времен основания Усть-Каменогорска. И что в этом доме когда-то происходило, знают лишь эти бревна, из которых сложено это жилище. При выходе из хижины на Атшибе, от красного гранитного камня, есть только три пути. Прямо откуда мы пришли. Направо, в сторону главного конденсатора. И налево, куда мы и идем. 44.11 Это знаковый контакт, потому что поворот. Этот ограничительный стоит слева. Упирается в тот. Так, прямо вот между ними. С левой стороны от тропы к хижине, тоже гранитный факт с пятым углом. И на другой стороне третий такой же. Остальные же все кубической формы. То есть, возле этого строения сконцентрированы три гранитных факта с технологией пятого угла. Видимо, когда их здесь расставляли, строители не дотеп их. Так получилось чисто случайно. Эти глыбы явно отколоты от какого-то монолита. И где он ранее находился, понять сейчас нереально. Некоторые из этих камней имеют следы от костра пожарища. А теперь мы пробежим по этому же направлению, но с другой стороны. Все, идем туда по прямой. Примерно прямая будет. Скульптура, любовь. Любовь рептильная. Какие-то как слизни они, да? Из воды. Лилии. Слизни лилии. Вот они вот эти, из красного мегалита, начинаются. Вот раз. Посчитаю. Они показывают дорогу. Вот эту. Как провод. И туда приходит на эту любовь рептильную. В общем, вот первый. Два. Три. С этой стороны четыре. Вот, направление показываю. Пять. Шесть. Кто же тут живет, интересно. Интересно еще бы узнать номер этого дома. Семь. Восемь. Девять. Откуда-то же вот их взяли. И для чего? Десять штук. Вот так выходит эта аллея. Направление задают эти гранитные кубы. Мегалиты. И выходит вот сюда. Вот тут тоже сплошной камень. Вот здесь камень этот стоит. Туда направление показывает. И там дальше эти гранитные. Вот этот поворот он раз туда уходит. Отсюда тоже туда пойдет. Этот луч соединяется с основным перекрестком. И, кстати, самый большой бронзовый лич, который виднеется вон там, вдалеке. Он соединен прямым потоком с шиной главного конденсатора через черный валун у дороги. Так давайте же взглянем еще разок на это диво дивное, чудо расчудесное, на этот высший пилотаж дизайнерской фантазии, которая вдохновила того архитектора вымастить речным камнем немалую площадь в том месте, где никто попросту не ходит и этой жуткой красотищи не созерцает. Видимо, таков он божий промысел. Если провести прямую линию через фонтан и точку доступа с шестью колоннами, то конь из красного гранита окажется точно на этой линии. А теперь я начну показывать фокусы. Так что сильно не удивляйтесь, так как был удивлен я сам. Для начала я принял за ось вращения этой гаваха-карусели нам известное каменное изваяние весьма странной наружности. Вокруг этого гиперкуба все вращается в этом парке. Сейчас все поймете сами. Проведу прямую линию от дальнего угла каменного лабиринта до основной точки доступа, до оси вращения. Вы только поглядите, как точно эта силовая линия легла на уже мною нарисованную до этого по ключевым узлам линию. Она проходит через белый каменный магнит, потом через два черных, а далее точно через диагональ каменного лабиринта. Далее я нашел по карте место, где берег РТШ обрубили углом и положили там белый валун-ограничитель. Рядом расположено неизвестное сооружение, или беседка, или что-то вроде того. До того места я не дошел, но обязательно схожу в другой раз. Так вот, если провести прямую линию от этого сооружения до пятого угла заправки Гелиос под номером 4, то эта силовая линия пройдет через черный камень на углу парковки, затем через белый камень у дороги и через основную точку доступа, а далее она также проходит через неизвестное нам строение. Следующее направление от точки доступа с шестью колоннами до квадратной площадки, на которую я тоже не загляну, уж очень интересная площадочка. Эта силовая линия проходит через гранитного истукана под именем Каркытата, стоящего крайним на аллее 13 каменных изваяний. Далее проходит через ось Карусели, через Казы Карпеш и Баян Сулу, а также через хозяйственную построечку. На ней почему-то тоже сошло со свет клином. Еще я подкорректировал одну силовую линию, на которой больше всего объектов. Она начинается от группы из трех камней возле микросхемы, которую впоследствии я назвал транзистор. Проходит через площадку с подключением 3-2. Затем через прицел, через троицу, через здание со срубленным углом. Потом через место, где похоронили деревья и поставили им каменные надгробия. Потом через мегаплощадку с тремя купольными юртами и завершается этот силовой энергетический поток на каменной хижине, расположенной в начале ветной деревни. Прямая линия от огромной площадки к подозрительному объекту, который стоит у дороги за территорией парка, похожа на камень. Что за камень такой? Можно только предполагать и догадываться. И, о чудо, эта линия проходит через центр нашей веселой карусели и через белый направляющий валун, лежащий рядом на площадке. Далее, через крышу домика в этой деревне, выполненную с использованием технологии пятого угла. Еще я никак не мог понять, куда подсоединяется каменный цветок. Вот эта композиция из камня сделана тоже. Ну, ловитель, причем такой серьезный, да? И потом я нашел этот вкусный луч энергии доставляет эксклюзивное блюдо на заказ из каменного цветка через гранитный куб 1144 прямо в комнату приема пищи. Просто фильм ужасов какой-то получился. А что делать-то? Как мне может помочь эта информация? Ничего не делать. Осознанность твое главное оружие и понимание происходящих вокруг процессов. Осведомлен, значит, вооружен древняя народная мудрость. Излучайте свои эмоции любой направленности в природных местах силы, в горах, в лесу, на воде, на земле, в облаках, а не в техногенных местах. Вот то самое малое, что лично ты можешь сделать. Всех обнял. 13 ноября из Каменогорска. У нас опять туман. Или это не туман. Ну, как везде, в общем. Чем-то напыляют нас. И я как этот, как тот ежик в тумане, я пошел снимать все поймете. Посетив данный музей, можно умереть. Мне кажется, у нас с тобой много общего. Но отчасти, потому что вокруг изобилие красоты, изобилие цветов. Мы просто выбрали разные пути к одной цели. Очень красивое место, где отдыхает и душа, и сердце. Только ты когда-нибудь умрешь. Посетив данный музей, можно умереть. А мое творение будет жить вечно. А смысл жизни в том, чтобы оставить что-то после себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok